Сегодняшнее наше сообщение посвящено перспективам реконструктивной хирургии рака молочной железы. На сегодняшний день все задачи реконструкции молочной железы находятся на стыке двух профессий. Это пластическая хирургия и онкология. Мы, безусловно, выполняя реконструктивные операции, должны соответствовать онкологическим принципам. Мы не можем поступать с этими принципами, так как прежде всего мы должны вылечить нашу пациентку от такого грозного заболевания, как рак молочной железы. При этом мы бы хотели, чтобы был надежный и стойкий эстетический результат. На сегодняшний день женщины предъявляют все более повышенные требования к своему внешнему виду. И подчас, после реконструктивных операций, их грудь, их молочная железа выглядит даже лучше, чем до операции, потому что бывают уже возрастные изменения, с которыми мы можем справиться с помощью элементов пластической хирургии. При этом важной задачей является минимальный процент осложнений. То есть мы помним о том, что пациентка в послеоперационном периоде должна проходить химиотерапию, лучевую терапию. И вот сочетание эстетической операции, реконструктивной операции с соблюдением всех онкологических принципов должно сопровождаться минимальным процентом осложнений для того, чтобы дальнейшее комплексное лечение рака молочной железы не задерживалось и не откладывалось. Каковы же общие тенденции хирургического лечения рака молочной железы? Мы знаем, что есть две группы больших оперативных вмешательств. Это органы сохранной операции и мастектомии. И на сегодняшний день общей тенденцией является уменьшение объёма оперативного вмешательства, причём как на молочной железе, так и на лимфатическом коллекторе. И органы сохранной операции с последующей лучевой терапией на сегодняшний день – это стандарт лечения ранних стадий рака молочной железы. Но, кроме того, значительно увеличилась доля пациенток первичнооперабельным раком молочной железы, которые получают неодевантную полихимиотерапию, либо пациенток, которые получают неодевантную полихимиотерапию с целью уменьшения объёма опухоли. Это те стадии, которые раньше обязательно приводили к тому, что мы выполняли мастектомии. А сейчас, после неодевантной полихимиотерапии, сократив объём опухоли и объём удаляемых тканей, мы можем выполнить органы сохранной операции. При этом мы знаем, что многие исследования доказывают, что меньше объём удаляемых тканей при отсутствии положительных краев резекции не увеличивают частоту местного рецидива. Из последних рекомендаций в Сан-Калине в 2021 году экспертами обсуждалось выполнение МРТ молочных желез всем пациентам перед началом полихимиотерапии для того, чтобы в последующем им можно было выполнить органно-сохранное лечение. Увеличение частоты полных патоморфологических ответов обуславливает необходимость разметки опухоли перед началом полихимиотерапии, потому что мы знаем, что проведя такое лечение, довольно часто потом мы не наблюдаем остаточную опухоль. И если вы не установили метку, и у вас нет каких-то анатомических ориентиров, то довольно часто бывает сложно потом удалить именно ту зону, которая и была поражена. Поэтому обязательно необходимо устанавливать метку перед началом полихимиотерапии. Что же касается краёв частоты резекции, ведётся много дискуссий на тему, насколько нужно отступать от опухоли, выполняя органно-сохранные операции. Мы говорим, что на сегодняшний день, по данным Сан-Гамена 2019, рекомендуется, чтобы не было опухоли, опухолевых клеток на чернилах. Ноут-юме он инк. Каковы показания к органно-сохранному лечению? Если раньше рак ин-ситу был явно показанием для выполнения мастектомии, то сейчас ограниченный участок поражения протокового рака ин-ситу является показанием для выполнения органно-сохранных операций. Инвазивный рак молочной железы 1, 2, либо Т3 стадии после неодевантной терапии позволяет также выполнить органно-сохранные операции. Не только моноцентричный, но и мультифокальный рост позволяет выполнить органно-сохранные лечения. При моноцентричном росте всё-таки необходимо выполнять мастектомию. Важно учитывать соотношение объёма молочной железы к иссякаемой ткани. И отсутствие мутаций в генах Берси-1 и Берси-2 должно присутствовать, так как у пациенток, у которых имеется мутация, мы всё-таки считаем, и это не только наше мнение, оно подтверждено многими исследованиями, что в этих ситуациях лучше выполнять мастектомию пациенткам, потому что у них высокий риск как и псилатерального, так и контрлатерального рецидива и возникновения рака в контрлатеральной молочной железе. Ещё раз повторю, что необходимо либо наличие метки, либо визуализировано сдачные опухоли после полихимиотерапии, если мы говорим о том, что планируем выполнить органосохранные операции. Сравнение органосохранных операций с мастектомиями доказало, было большое мультицентровое исследование на 5,5 тысячах пациенток. Было доказано, что выживаемость близка у пациенток, получивших органосохранные операции, и мастектомии. Итак, говоря об органосохранных операциях, каковы же перспективы развития хирургического лечения? Последнее десятилетие ознаменовалось развитием, бурным развитием онкопластических резекций. Это термин, который включает в себя большую категорию операций с привнесением методик пластической хирургии. Онкопластические операции делятся на две большие группы – Volume Displacement и Volume Replacement. Volume Displacement – это та ситуация, когда нам необходимо привнести извне ткани для того, чтобы заместить дефект в молочной железе. Этот дефект может достигать достаточно больших размеров. Подчас мы можем высечь до 50% ткани молочной железы и замещаем ее, например, торакодорзальным лоскутом. Вот привнесение таких тканей извне позволяет нам достаточно большой объем ткани молочной железы заместить, и при этом не требуется коррекция контрлатеральной молочной железы. Volume Replacement – это ситуация, когда мы выполняем репозицию ткани молочной железы, замещая обычно до 25% объема ткани молочной железы, каким-то лоскутом из самой молочной железы. И довольно часто при этом требуется симметризирующая операция на контрлатеральной молочной железе. Вот в данном случае мы видим такой вариант, когда выполняется резекция в онкопластическом варианте с замещением дефекта торакодорзальным лоскутом. Опухоль локализовалась в центральном отделе левой молочной железы, и после замещения торакодорзальным лоскутом с кожной пластинкой удалось сделать реконструкцию сосково-ареолярного комплекса. Мы видим, что эстетический результат довольно приемлем. Удалось воссоздать объем и форму молочной железы. Здесь другой вариант аналогичной операции. Имеется кожная площадка, которая замещает ареолу. Сосковый комплекс еще не сформирован. И также мы видим небольшой дефект на спине и очень соразмерные молочные железы, симметричные. Есть также варианты новые, которые мы используем, используем микрохирургических методик. Например, резекция молочной железы в онкопластическом варианте с замещением дефекта TDP. Вид пациентки на слайдах сверху до операции и через один год после операции вы видите, что форма молочной железы, воссозданный ее объем и железы симметричны. Пациентка удовлетворена результатом. В том случае, когда мы используем методику репозиции ткани молочной железы, есть множество различных реконструктивных методик в зависимости от локализации опухоли и от уровня подготовки специалиста, от того, каким методом он владеет. Вы видите, что практически при локализации в любых квадрантах молочной железы есть варианты замещения дефекта. Но, как правило, требуется коррекция другой молочной железы. Довольно часто используется техника перевернутой T. Это T-инверс с сохранением сосково-ареолярного комплекса. Вот как на данных слайдах вы видите, что у пациентки с достаточно большим объемом патозированных молочных желез выполнена резекция молочной железы в онкопластическом варианте по типу T-инверс и редукционная малопластика контрлатериальной молочной железы. Вы видите вид пациентки до операции и через один месяц после операции с удовлетворительным воссозданием объема формы молочной железы и сиометрии молочных желез. Если раньше рак молочной железы центральной локализации был абсолютным показанием для выполнения мастектомии, то сейчас в этом нет необходимости. Все чаще выполняются онкопластические резекции при центральной локализации и реконструкции сосково-ареолярного комплекса. Это такие резекции, в частности, как операция Гризотти. Вот схематически здесь выполнено изображение данной операции. И вы видите вид пациентки, у которой выполнена резекция молочной железы в онкопластическом варианте по типу резекции Гризотти с редукционной мамопластикой. Вид пациентки до операции и через месяц после операции. Однако, тем не менее, несмотря на то, количество выполняемых органно-сохранных операций, все еще высок процент пациенток, которым необходимо выполнять мастектомию. И каковы же основные тенденции в реконструкции молочной железы после мастектомии? На слайде слева мы видим, что количество одномоментных реконструкций любых в принципе в мире возрастает. Приведен здесь обзор американских авторов, который показывает, что количество операций, с использованием любого вида реконструкции растет, с использованием только импланта, также прогрессивно увеличивается, с использованием комбинированной методики, имплант и лоскут. Также увеличивается количество выполняемых оперативных вмешательств. Выполнение реконструктивных операций с использованием лоскута примерно находится на том же уровне, за последние десятилетия не сильно увеличилось. Что касается отсроченных реконструктивных операций, их количество также увеличивается. Увеличивается количество в основном за счёт использования экспандеров, но бывают и методики с использованием собственных тканей, либо экспандер с переходом на имплант, двухэтапная реконструкция. Какие цели преследуют реконструкцию молочной железы? Мы должны добиться симметрии объёма, симметрии формы, субмомарных складок, сосково-ареолярного комплекса, добиться симметричной подвижности и хотелось бы, чтобы симметрия сохранялась с течением времени и, несмотря на колебания веса, всё равно молочные железы были бы симметричными. Возможности реконструкции зависят от метода. Мы знаем, что всего есть глобально три методики. Это методика собственных тканей, методика использования синтетических материалов и комбинирования методов, когда мы используем и имплант, и собственные ткани. Вот если с помощью импланта мы можем добиться хорошей симметрии объёма, формы, сосково-ареолярного комплекса, то симметрии субмомарных складок всё-таки сложнее. Что касается собственных тканей, то с их помощью можно добиться симметрии всего и объёма, и формы, и субмомарных складок, и сохранить симметрию с течением времени, независимо от колебания веса. Поэтому Международное общество пластических хирургов считает, что собственные ткани являются идеальным материалом для реконструкции молочной железы. При этом, однако, 75% реконструкций в мире выполняются с помощью синтетических материалов, потому что реконструкция с помощью импланта технически проще, период реабилитации гораздо легче, и многие хирурги не владеют различными микрохирургическими методиками, поэтому, тем не менее, большинство в мире операций реконструктивных выполняется с помощью имплантов. И оттачивая своё мастерство, с помощью импланта тоже можно добиться очень хороших эстетических результатов. Вот на данном слайде вы видите пациентку, которая выполнена одномоментной реконструкцией имплантами. Какие преимущества одномоментной реконструкции? Это возможность сохранения кожи. При ранних стадиях, когда нет отёка кожи, когда у пациентки нет Т4, есть возможность сохранить кожу, это даёт огромное преимущество в эстетическом плане. Кроме того, возможность сохранения инфрамомарной борозды позволяет добиться лучшего эстетического результата. И мы видим, что важным психологическим аспектом является то, что в периоде жизни пациентки нет периода, когда она жила бы без молочной железы. Она приходит на операционный стол, встаёт с операционного стола уже с реконструированной грудью. Качество жизни и психологические аспекты очень важны в этом смысле. Не могу не сказать о возможности сохранения сосково-ареолярного комплекса. Казалось бы, это старая, всем известная истина, но всё равно ещё вызывают вопросы у онкологов. Можно ли сохранять сосково-ареолярный комплекс? Можно ли безопасно сохранять кожу молочной железы? Был огромный обзор исследований, проведённых Роэм-Девита. Были проанализированы более 2000 операций. И частота рецидивов при сохранении сосково-ареолярного комплекса составила 1,3%, когда возникал рецидив в области соска. Пятилетняя выживаемость, проанализированная у пациенток, более 2000 операций была выполнена, составила 92,3%. Поэтому мы говорим, что можно безопасно сохранять кожу сосково-ареолярный комплекс. Нужно учитывать глубину залегания опухоли, нужно учитывать, насколько точно выполняется интероперационное исследование подсосковой зоны. Мы всем пациентам, кому выполняется подкожная мастектомия, когда сохраняется сосок ареала, интероперационно выполняем срочное гистологическое исследование из подсосковой зоны. Это позволяет уменьшить частоту сохранения поражённого соска, это позволяет добиться лучших результатов онкологических. Какие ещё есть новые перспективы развития реконструктивных методик? Новые синтетические материалы. Мы говорим о том, что уже всем известно, что на Западе используются аллогенные дермальные трансплантаты, это аллодерм или дермоматрикс, синтетические материалы, которые позволяют укрыть нижний полюс и позволяют справиться с достаточно сложной проблемой, когда у нас возникает нехватка мышечного покрытия, для того чтобы укрыть нижний полюс импланта. Верхний полюс мы укрываем с помощью большой грудной мышцы, а вот нижний полюс мы либо должны укрыть мышцы, допустим, торкодорзальным лоскутом, либо синтетические материалы приходят нам на помощь. Это различные виды сеток, либо вот EDM. Нужно сказать, что у нас небольшое количество наблюдений использования EDM. Он, в принципе, не сертифицирован в Российской Федерации. На сегодняшний день высокая цена, больше, чем стоимость импланта. И в нашем случае мы видели достаточно высокий процент осложнений, около 10, но, возможно, это было сопряжено с малым количеством наблюдений. Также не могу не сказать, что в последнее время используют импланты с синтетическим покрытием, с новым покрытием, это полиуретановые импланты, которые можно устанавливать при пекторальном, без дополнительного укрытия. Их преимуществом является минимальная травматичность, отсутствие анимационных искажений, натуральный внешний вид, отсутствие ротации импланта и практически отсутствие сирома. Но такое увлечение полиуретановыми имплантами в нашем случае очень быстро прошло. Все-таки мы видели достаточно приличный процент осложнений, мы также видели протрузии, и, честно говоря, сейчас пользуемся меньше, меньше используем данные импланты с таким покрытием. Вот на данном слайде мы видим пациентку, которая с хорошим эстетическим результатом из инфрамомарного доступа установлена при пекторальном полиуретановые импланты. Это не потребовало какого-то дополнительного синтетического или мышечного укрытия нижнего полюса импланта, так как этот имплант был установлен при пекторальном. Реконструкция молочной железы с укрытием нижнего полюса с сетчатым имплантом также существует. Различные сетки ВИПРО, другие материалы, они позволяют механически поддерживать имплант, позволяют достичь хорошего натурального внешнего вида, но необходимо отметить, что это возможно использовать лишь при достаточном покрытии кожным и хорошей подкожно-жировой плетчатки. В нашем случае процент осложнений также был высок, и мы не так часто используем сетчатые импланты. Но есть клиники, которые очень часто этим увлекаются, поэтому это как одна из опций, которая может применяться в пластической хирургии. Вот на данном слайде мы видим пациентку, которая укрыт нижний полюс сетчатым имплантом. Такая методика, как депидермизированные кожные лоскуты, пришла к нам также из пластической хирургии. В этом случае мы используем данную методику, когда мы укрываем нижний лоскут депидермизированным кожным лоскутом, если у пациентки есть выраженный птоз. И вот этот птоз, эту как бы лишнюю кожу, мы можем использовать, депидермизировав её и переместив, укрыв нижний полюс, соединив его с краем большой грудной мышцы. Но основные осложнения, которые имеются в этой ситуации, это некроз сосково-ареолярного комплекса. Тут нужно учитывать, что обязательно требуется контрлатеральная коррекция, контрлатеральная молочная железа. Но такая методика имеет право на существование, и мы в последнее время довольно часто пользуемся таким методом. Вот вы видите хороший достаточно эстетический результат у пациенток, в котором выполнена такая операция. Торакодорзальный лоскут. На Западе отходят от применения торакодорзального лоскута, и мы часто слышим от наших коллег, что это вчерашний день, и что использовать его при реконструкции молочной железы не нужно. Мы довольно часто используем данную методику, но даёт дополнительное покрытие импланта при тонких кожных покровах с ненадёжным кровоснабжением. Причём в некоторых случаях мы его используем при препекторальной установке, когда возможно полное укрытие импланта. И в ряде случаев мы укрываем лишь нижний полюс, а в ряде случаев препекторально восстанавливаем, укрыв сверху торакодорзальным лоскутом. Возможность замещения сосково-ареолярного комплекса фрагмента блоскута при необходимости его удаления и при максимальной травматичности метода мы наблюдаем самый низкий процент осложнений. Кроме того, хочу сказать, что эта палочка-выручалочка – это тот метод, который мы очень любим использовать при протрузиях импланта. Если у пациентки имеется протрузия, мы считаем, что необходимо привнести собственные ткани, и вот такое привнесение собственных тканей позволяет за один этап не просто удалить имплант и вторым этапом делать реконструкцию, а за один этап, удалив тот имплант, который вызвал протрузию, заместив кожный дефект, кожной площадкой со спины позволяет за один этап выполнить реконструкцию молочной железы. На данном слайде мы видим пациентку, у которой выполнена мастектомия, биопсестра желтых импоузлов, а также профилактическая мастектомия с субвекторальной установкой импланта и использованием тороподорзального лоскута. Вы видите, что на спине достаточно небольшие разрезы, сейчас нет необходимости выполнять огромные разрезы, если мы не используем кожную площадку, и это позволяет достаточно надежно укрыть имплант вот у такой худенькой, эстеничной пациентки с хорошим эстетическим результатом. В данном случае на слайде мы видим одномоментную, одноэнтапную реконструкцию с использованием тороподорзального лоскута. Используется кожная площадка, так как центральный отдел удаляется, опухоль локализуется в центральном отделе, мы вынуждены удалить сосок и реалу. Кожная площадка позволяет нам реконструировать реалу, а вторым этапом мы реконструируем уже сосковый комплекс. Вы видите маленький разрез на спине и одномоментная корректирующая операция, агментация позволяет добиться хорошего эстетического результата. Много дискуссий вызывает вопрос, что же делать, если планируется лучевая терапия. Мы в нашем отделении используем двухэтапный метод реконструкции. Сначала устанавливаем экспандер, проводим лучевую терапию, затем после лучевой терапии, примерно спустя 2 месяца, выполняем замену экспандера на имплант и агментацию контролатеральной молочной железы. Некоторые клиники, некоторые хирурги идут по пути одноэтапной реконструкции, то есть выполняется одномоментная реконструкция имплантом, этот имплант облучается. Все мы знаем, что с имплантом во время лучевой терапии ничего не происходит. Происходит как раз с тканями, которые находятся вокруг импланта. И те хирурги, которые идут на одноэтапную реконструкцию, они говорят о том, что если мы используем экспандер, то мы обречены на второй этап. Всем пациентам в 100% случаев мы должны выполнить замену экспандера на имплант. А если мы выполняем одноэтапную реконструкцию, то будет какой-то процент пациенток, которым не потребуется вторая операция, и этот облученный имплант с хорошим эстетическим результатом будет установлен, и не потребуется вторая операция. Мы все-таки предпочитаем двухэтапную реконструкцию в данной ситуации, потому что на нашем опыте все равно возникает капсулярная контрактура, и все равно приходится делать вторую операцию. С помощью экспандера мы можем в раннем постлучевом периоде попытаться эти еще нефиброзированные ткани как-то подвергнуть экспансии. Поэтому мы пользуемся двухэтапным методом, но и одноэтапная реконструкция имеет право на существование. Заметим. Вот мы видим частоту использования различных методов реконструкции молочной железы в Соединенных Штатах Америки. И мы видим, что реконструкция имплантами имеет тенденцию к увеличению, в то время как использование лоскута, живота или широчайшей мышцы спины находится на одном и том же уровне. И, тем не менее, удовлетворенность пациенток результатами растет при использовании собственных тканей молочной железы. Каковы же показания для реконструкции аутотканин? Это одномоментные или отсроченные реконструкции у пациенток с большим объемом молочных желез, избытком тканей в зоне гипогастреи и отказ пациентки корректировать контрлатеральную молочную железу. В этой ситуации можно добиться хорошего эстетического результата, не прибегая к контрлатеральным симметриирующим операциям. Отсроченные реконструкции после лучевой терапии. Мы знаем, что синтетические материалы после лучевой терапии с трудом будут тканью подвергнутой экспансии, поэтому синтетические материалы применяются реже. И коррекция после неудачной реконструкции синтетическими материалами мы всегда стараемся привнести аутоткани. Варианты различных свободных лоскутов. На сегодняшний день, конечно, мы говорим о том, что микрохирургические методики это хай-класс, их используют хирурги, подготовленные в клиниках с соответствующим оборудованием. Здесь микроскоп, микроинструментарий. И используется не только реконструкция дип-лоскута, но это может быть сип, это могут быть различные лоскуты ягодичные, поверхности бедра. Но основные все-таки, наиболее часто используемые, это либо свободный лоскут дип с использованием верхней педастральной артерии, или трен-лоскут. Золотым стандартом, по мнению пластических хирургов, как я уже говорила, является реконструкция собственной ткани. Конечно, одномоментная реконструкция дип-лоскута считается оптимальной. Она позволяет добиться оптимальной текстуры реконструированной молочной железы, минимально травмируется передняя брюшная стенка, так как не задействуются прямые мышцы живота, мы их не перемещаем. У пациенток нет дрыж в послеоперационном периоде, в то же самое время нет абдоминопластика, то есть уменьшается объем тканей на животе, короткий реабилитационный период, не разрушается субмомарная складка и лучшая перфузия лоскута. Вот на данном сайте мы видим фото пациенток, которым выполнена реконструкция дип-лоскута. Здесь также пациентка, у которой была выполнена нерадикальная операция по месту жительства, и затем ей была выполнена подхожная мастектомия с одномоментной реконструкцией дип-лоскута. Здесь был установлен имплант, который затем поменяли на дип-лоскут. Вы видите, что хорошая текстура, натуральный тоз молочной железы удалось достигнуть. Однако нельзя не сказать о том, что все-таки остается пол пациента, которым мы выполняем реконструкцию дип-лоскута. Многие пластические хирурги с нами не согласны, они считают, что нужно выполнять только реконструкцию дип-лоскута. Мы на своем опыте считаем, что есть пациентки, которым мы не можем выполнить реконструкцию дип-лоскута. Чаще это те пациентки, у которых скомпрометированы на фоне лучевой терапии сосуды и невозможно наложение микроанастомозов. Поэтому в этой ситуации использование хотя бы одной мышцы, прямой мышцы живота, позволяет добиться хорошего эстетического результата, вот как на данном слайде. Здесь также представлен вид пациентки, которой выполнена реконструкция дип-лоскутом. Это была одномоментная реконструкция с достаточно хорошим эстетическим результатом. И железа мягкая, форма и объем соответствуют другой молочной железе, при этом не потребовалась коррекция контролатеральной молочной железы. В ряде случаев мы выполняем отсроченные реконструкции собственными тканями, вот как на данном слайде. Что же нового еще? Какие перспективы реконструктивной хирургии? Мы говорим о том, что мы идем рука об руку с техническим прогрессом. Наряду с использованием методик микрохирургии мы должны использовать и новые технологии. Вот в частности, использование ICG, индуцианина зеленого, очень помогает нам в контроле кровоснабжения кожных лоскутов. Вот на данном слайде мы видим, на слайде наверху, синяя зона — это зона плохого кровоснабжения. И действительно, потом в послеоперационном периоде мы видим, что именно эта зона, которая была обозначена как страдающая с неадекватным кровоснабжением, именно там потом и возникает, собственно, некроз кожных покровов. И очень хорошо помогает нам в оценке кровоснабжения сосково-ареолярного комплекса. Вот вы видите, как на данном слайде контроль перфузии сосково-ареолярного комплекса. Они слабо кровоснабжаются. И действительно, хотя внешне выглядели на операционном столе хорошо сосково-ареолярные комплексы, и ровно те зоны, которые не накапливали индуцианин зеленый, потом, к сожалению, были подвергнуты некрозу. Несколько слов скажу о том, что на сегодняшний день мы не можем не говорить о такой проблеме, как лимфатический отёк. От 38 до 90% больных раком молочной железы подчас страдают от лимфатического отёка к осветствии акселярной лимфодисекции. И до 2000-х годов лимфоденоктомия считалась необходимой для адекватного стадирования раком молочной железы. На сегодняшний день во многих клиниках выполняется биопсия сторожевого лимфоузла, который является стандартом при непоражённых лимфатических узлах, а также в ряде случаев после успешного проведения полихимиотерапии. Если в поражённый единичный статический лимфоузел была установлена метка, можно выполнить биопсию сторожевого лимфоузла, и если будет определено, что у пациентки имеется полный лечебный патоморфоз, можно воздержаться от полноценной лимфоденоктомии, что, соответственно, улучшает качество жизни пациента и позволяет добиться уменьшения лимфатических отёков в послеоперационном периоде. Есть различные методики лечения лимфодемы, и я бы не хотела сейчас очень подробно на этом останавливаться, но есть методика, когда используется реконструкция трем-лоскутом, и в нашем отделении ранее выполнялись такие операции, реконструкция трем-лоскутом с одномоментной пересадкой паховых лимфоузлов. Ну, по нашим наблюдениям нужно сказать, что на самом деле примерно в 50-ти процентах случаев мы видели результат, 50% пациентов, к сожалению, не достигли стокового результата уменьшения лимфатического отёка, и мы пришли к выводу, что всё-таки эта методика потом должна сочетаться с какими-то методами липосакции избытка тканей на верхней конечности. В завершение я бы хотела несколько слов сказать о профилактической мастектомии. Мы знаем, что в Соединённых Штатах Америки эти операции выполняются с 60-х годов прошлого столетия. В Российской Федерации официальное разрешение было получено в 2011 году. После Анжелины Джоли начался бум выполнения профилактических мастектомий. Нужно сказать, что в 2021 году в Сангелине экспертами обсуждалась необходимость тестирования более широкой генетической панели не только БРСИ-1, БРСИ-2, но и мутации ЧЕК-2, ПАЛП-2, ПТН, ТП-53, а для генов высокой пенетрантности обсуждалось выполнение профилактической мастектомии, для генов средней пенетрантности наблюдение с помощью маммографии и МРТ. И вот ряд фото хотела бы вам представить. На данном слайде пациентка, которая 29 лет, и у неё БРСИ-1, ассоциированный рак молочной железы, трипл-негатив подтип. Она прошла в предоперационную неодевантную химиотерапию, и затем ей была выполнена радикальная подкожная мастектомия слева и профилактическая мастектомия справа с одномоментной реконструкцией торакодорсальной головы, с кутами и имплантами. Вы видите, с достаточно хорошим эстетическим результатом, с уменьшением птоза молочных желез. И на спине вы видите вид пациентки спустя год после операции. По линии белья очень небольшие разрезы, которые, в общем-то, никак её не беспокоят. Это вид другой пациентки, у которой выполнена реконструкция молочной железы полиуретановыми имплантами, тоже с неплохим эстетическим результатом. На данном слайде представлена пациентка, у которой была биопсистра животных узлов и двусторонняя мастектомия с одномоментной реконструкцией имплантами, торакодорсальными лоскутами. Вы видите, что пациентка очень худенькая, астеничная. При этом нужно сказать, что это та пациентка, у которой при исследовании патоморфологического материала в ткани профилактически удалённой молочной железы был обнаружен рак молочной железы, который никак не выявлялся на дооперационном этапе ни на монографии, ни на МРТ. Поэтому процент таких обнаружений невысок, примерно 5-10% по данным разных авторов. Но, тем не менее, хочу обратить внимание, что довольно часто профилактические мастектомии выполняются в клиниках, которые не выполняют тщательное морфологическое исследование. Любая удалённая ткань, как профилактические, так и с лечебной целью, должна быть подвергнута тщательному гистологическому исследованию, чтобы не было. Заканчивая презентацию и обращаясь к выводам, мы хотим сказать, что современная тенденция хирургического лечения рака молочной железы, это деэскалация объёма хирургического вмешательства как на лимфатическом коллекторе, так и на молочной железе. Современные хирургии молочной железы существуют на стыке онкологии и пластической хирургии. Одна из перспектив реконструктивная хирургии это внедрение новых технологий, таких как ICG или новые синтетические материалы. Да, реактметодик требует дорогостоящей подготовки. Прежде всего, подготовки специалистов. Не секрет, что во многих клиниках выполняются те операции, которыми владеют специалисты. Поэтому подготовка специалистов высокого уровня трудозатратна. Должно быть тщательное предоперационное обследование. В случае, если мы планируем микрохирургическую операцию, то предоперационное обследование кровоснабжения передней брюшной стенки, соответствующее оборудование, микроскоп, микроинструменты, спай. Если мы говорим о реконструкции имплантами, то должны быть сайзеры в наличии. Это значительно облегчает установку и подбор симметричных, скажем так, имплантов. Потому что, когда вы выполняете с одной стороны мастектомию, а с другой стороны выполняете агментацию, сайзеры очень помогают. Но при отточенной методике это позволяет добиться отличных эстетических результатов, а в ряде случаев и экономически более выгодно. Потому что, если мы идем через несколько этапов, это более дорогостоящие лечения. Если мы можем, несмотря на дорогостоящую методику, выполнить реконструкцию за один этап, то это экономически гораздо более целесообразно. Но в основе, конечно, всего лежит наше стремление вылечить пациентку от онкологического заболевания и обеспечить ей удовлетворительное, даже я бы сказала не удовлетворительное, а хорошее, отличное качество жизни. Спасибо за внимание.